Контроль за качеством строительства в регионе не только позволит избежать социальной напряженности, но и выполнить обязательства региона перед гражданами, заявил глава республики на заседании правительства. Как отметил Олег Николаев, ликвидация ветхого жилого фонда и переселение людей в новые квартиры в установленные сроки возможны только при комплексном подходе к благоустройству и возведению инфраструктурных и дорожных объектов. Отмечу, по региональной программе формирования комфортной городской среды в текущем году приведут в порядок 34 общественных и 1 дворовую территорию. Благоустройство продолжается в городах АллатРь, Канаша и Мариинский посад. Кроме того, на реализацию проекта «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта БКД в 2021 году выделено более 2,5 миллиардов рублей. Отремонтируют более 98 километров дорог, 4 моста, несколько путепроводов. По федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодных для проживания жилого фонда в Чувашской республике в этом году будет расселено 70 граждан из 34 жилых помещений в двух акваринных домах общей площадью 1,1 тысяча квадратных метров. Объем финансирования 40,8 миллионов рублей, из них средства фонда 39,6 миллионов рублей. Значит, с марта 2021 года ведется строительство предварительного дома акционерного общества строительства «Дорожная сеть» в городе Шумерли. В августе месяце планируется заключение контракта, это будет 100% пополнено. Всего в 2021 году в регионе в рамках нацпроектов реализуются 46 программ. Общий объем финансирования почти 16,5 миллиардов рублей. Из них полтора выделено в рамках программы «Жилье и городская среда». Спасибо. Спасибо.